Почему грабеж в центре Киева два года остается без внимания суда? Кто цинично бросает тень на прокуратуру и силовиков? Я с вами здесь вот так вот, звездой. Я говорю, я вам не дам, вы мне скажите, кто вы. О чем писал Павел Шеремет и кому было выгодно его убийство? Павел Шеремет выставил его у себя на странице в «Украинской правде». Золотое время на золотых часах прокуроров. Смотрите в расследовании 17 канала. Если в одном помещении установить 26 камер и гору золота, будьте уверены, на запах денег скоро слетятся стервятники. Почти два года тянется расследование ограбления ювелирного магазина в Киеве. Казалось бы, все доказательства на лесу. Вот только довести дело до логичного финала невозможно. Ведь на кадрах скрытой съемки попались прокуроры. Тот день он помнит в деталях. Два года назад директору киевского ювелирного магазина «Граф» Игорю Брыкову позвонили сотрудники. После тревожного сообщения он пулей помчал к своей ювелирке. Первое, что он увидел – на парковке рядом микроавтобус с вооруженными до зубов бойцами. Вышли оттуда два сотрудника МЧСовца. Они им говорят – пилять дверь. А я же не понимаю, кто это. Я говорю – я вам не дам пилять. Я стал вот здесь вот так вот звездой. Я говорю – я вам не дам. Вы мне скажите, кто вы. Доступ из кармана удостоверения. Я так мне быстро. Я просто прочитал, что прокуратура. Директор после такого знакомства пускает гостей в магазин. Гости, правда, сразу примеряют роль хозяина. Фамилию я его еще не знал. Один из прокуроров, это был Козлов, дал команду Соколам. Директор – выгнать его. Меня под руки взяли, выкинули на улицу и закрыли дверь. И больше сюда в этот день меня абсолютно никто не впустил. Далее сцена разворачивается не хуже, чем в криминальных триллерах. Как в зимние коммунисты, правоохранители врываются в магазин с аристократическим названием «Граф». Похоже, грабят под предлогом обыска. Вскоре новости зашумят сенсацией. Обсуждают добычу, которой могли бы позавидовать 11 друзей Оушена. Распределив роли, украинские налетчики выносят золотых изделий на 2,5 миллиона евро. Позже выяснится, киношного Оушена решил переплюнуть реальный прокурор Печерской прокуратуры. Единственное отличие от голливудского блокбастера – наш прокурор Оушен не подозревает, что его и друзей снимают крупным планом. Вот, например, запечатлена лучшая интимная сцена. Один из героев второго плана прячет золотые часы в трусы. Однако близость была недолгой. В следующем эпизоде из трусов часы перемещаются на руку. Фамилия прокурора всплывает неожиданно. Директор ювелирки, наверное, навсегда изменит отношение к поговорке «пустить козла в огород». Подъезжает доставщик еды из ресторана, из ресторанов мафия. Я тут сижу, смотрю, что происходит, подходит и говорит, кто такой Козлов? Я говорю, я не знаю, кто такой Козлов. Он опять кому-то перезванивает, ну, наверное, по доставке. Выходит мужчина, вы Козлов, он говорит, да, я Козлов, забирают. Ну, я слышал фамилию Козлов, сразу звоню в прокуратуру, узнаю, кто такой Козлов. Мне говорят, Козлов – это Печерская прокуратура. Только тогда я понял о том, что пришла с проверкой какая-то Печерская прокуратура. А вот и человек, очень похожий на старшего прокурора Печерской прокуратуры Павла Козлова. Награбленное он загружает в коробку из-под пиццы. Настало время новой премьеры. Разведка нашла видео следственного эксперимента. Тут четко видно, как задержанные друзья и Оушен Козлов признаются в содеянном. Следователь за Бомбой стал звонить своему руководству, говорить о том, что куда-то все девать надо же ввести. Свидетельские показания, кадры видеонаблюдения и признание задержанных – казалось бы, доказательств достаточно, чтобы всех героев боевика отправить за решетку. Однако их кино точно с хэппи-эндом. Все гуляют на свободе. Давайте займем, может, в магазин? Да, давайте. Прежде чем ворваться в эти стены, злоумышленники разрабатывали четкий план. Сначала в прокуратуру приходит письмо от гражданской организации. Активисты жалуются на то, что ювелирный магазин «Граф» продает радиоактивные часы. Начали искать эту гражданскую организацию прав потребителей. Мы ее не нашли. Ее не нашел никто. Ее не нашла ни прокуратура, не нашла ее ни милиция, ни отдел внутренней безопасности. Ее не нашли ни журналисты. Ни самолично мы ее не нашли. Удивительно, основываясь на тревожном сообщении о задержанных часах, прокуратура обращается в суд. В голове Печерского районного суду міста Киева слідчим відділом Печерского районного управления МВС України в Киеві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні. У ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені на даний час особи здійснюють продаж контрафактних товарів і послуг з незаконним використанням знаку для товарів і послуг та з використанням радіаційно забруденої сировини. Вполне може казатися, що героїв цього відео приставять к награді. Від защіщая країну від радіацій, вони ставять під удар будущее своїх будущих дітей. А ми на видеокамерах видим, що це і труси засовували, і в носки засовували, і в сумку засовували, а деньги вони воровали і під пиццу бросали. О нових оперативних методах лучше самого прокурора Козлова навряд ли хто розкажет. Грабителям його нельзя называти без судебного решення. А раз він на свободі, значить в шагі от оправдання. Девочка, ви нормально? Я не хочу з вами общаться, що непонятно. Последний раз с Козловым пытались пообщаться журналиста Радио Свобода. А после того судебного заседання пресса вообще перестає тревожить уставшого от скандалів правоохранителя. Все, що можна найти в открытом доступі по фамилии Козлов Павел Борисович, прописка в елітному районі Києва. Здравствуйте, извините, а ви не подскажете, а Павел Козлов где живет? Вот этой развалиной? Разбитий дом, который мы нашли, вряд ли пригоден для проживания. Но самое интересное на наш вопрос, где он живет, нам ответили, что он живет здесь. То есть это не то, что он владеет этим домом, а что он здесь живет. И окно открыто, мы можем заглянуть. Павел, ви здесь? Наверное, нет. Обходим двор с другой стороны. На воротах замок. Я думаю, тут участок подготовлен к стройке. Я думаю, да. Выйти на след других участников ограбления тоже непросто. Адвокат ювелирки Денис Цыпин, попав на телешоу, узнал неимоверные подробности пропажи подозреваемых. Нас пригласили на передачу «Говорить Украина». И там они как раз снимали про этот случай с ювелирным магазином. И там пришел начальник Соколят, который вот их непосредственный начальник, кто их посылал на этот магазин. И ему задают прямой вопрос. Так они арестованы? Мы же вся страна видела, как они себя по карманам там распихивали эти часы и все остальное. Он говорит, нет. А где они? Они в Ату. Так и выходит, укравшие 2,5 миллиона евро в золоте спокойно от правосудия могут прятаться в АТО. Все как один, они встали и сказали, мы хотим, ну как военные добрые старые времена, искупить это все кровью. Отпустите нас туда. Я с удовольствием подписал аэропорта, и они уехали туда служить. Я понял, что их прячут уже. То есть это не то, что там такой позор, такой позор, давайте всех посадим. Такой позор, такой позор, давайте всех спрячем. Сейчас дело в Печерском суде. Но ни у Козлова, ни у бойцов Сокола, ни у других участников рейда нет меры пресечения. Сам суд постоянно переносится по формальным причинам. Поэтому стратегия была выбрана такая. На этот суд не явился один из обвиняемых, потому что он заболел. Есть справка. Через два месяца они встречаются, заболел адвокат, другого подозреваемого. Суд перенесли на два месяца, и так уже второй год. Адвокат не сомневается, судебный процесс сознательно затягивают. Почему бы не вызвать адвоката из коллегии адвоката, который бы мог заменить того, кто заболел. Но суд разводит руками. Ой, вы что, мы не можем нарушать права обвиняемых. Мы должны дождаться, пока их адвокат выздоровеет. Следующее заседание в сентябре. Юрист прогнозирует, его снова перенесут. У него нет уже меры пресечения никакой. Он может уже уехать в Австралию или в Америку, как и все остальные. То, что Печерский суд заодно с прокуратурой и МВД подозревают и в ювелирном магазине. И когда это все дело передавалось в Печерский суд, мы задались вопросом еще в городской прокуратуре. Мол, как же так? Печерские прокуроры, печерские милиционеры, вы передаете дело в их дом. И они каждый день находились там с теми обвинениями или там брали какие-то клопотания. Пробуем прыгнуть выше головы. Пишем письмо на имя генерального прокурора Украины Юрия Луценко. Главный вопрос. Почему генпрокурор не возьмет дело, в котором замешана прокуратура Печерского района, и которое рассматривается в Печерском суде под личный контроль? Проходит отведенных законом пять дней, а в генпрокуратуре молчат. С тишиной в ответ на запрос привыкли общаться и обворованные бизнесмены. Это было письмо. Сразу же мы завезли его в генеральную прокуратуру. В этот же день Павел Шеремет выставил его у себя на странице в «Украинской правде» в своем блоге. Вот публикация Павла Шереметов, в которой журналист действительно публикует полный текст письма. В письме коллектив магазина настаивает на том, что фигуранты преступления гуляют на свободе. Поэтому магазин «Граф» просит генпрокурора вмешаться. Мы надеемся, что благодаря вашим реформам, новым обличиям Генеральной прокуратуры Украины, следство по этим справам отримает новый импульс, который поможет восстановить справедливость и доведет, что есть профессионалы и порядные сотрудники прокуратуры и следственных органов. На это коллективное обращение таки ответили. Из-за таких отписок складывается впечатление, что в генпрокуратуре пытаются не замечать преступления. Пытался попасть на прием первым заместителем, это к Столярчуку я пытался попасть. Тоже никто меня на прием никогда не принимал. И у меня такое общение со следователем или с помощниками замов генерального прокурора, которые выходили со мной и беседовали, для чего я пришел. Я им объяснял, и меня сразу отправляли просто к следователю. И все. В любом голливудском фильме в конце наступает хэппи-энд. Но украинское кино ломает стереотипы. Наш блокбастер про ограбление еще не подошел к титрам, но вот то, что плохие ребята получат все, предугадать все легче.